Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева смотрите сегодня выпуски. В России вступил в силу закон об обязательной предустановке мобильных приложений. Минцифра подготовила новую версию портала госуслуги. LG больше не будет продавать смартфоны. Об этом и не только в ближайшие минуты. Компания LG официально закрыла производство смартфонов. Об этом сообщается на сайте корейского бренда. Это связано с высокой конкуренцией на рынке, говорится в обращении. Ожидается, что производство свернут к концу июля. При этом уже выпущенные гаджеты будут по-прежнему доступны для продажи. А LG продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновление программного обеспечения для своих текущих клиентов. Закрыв подразделение по выпуску смартфонов, компания планирует сконцентрироваться на производстве компонентов для электромобилей, создании умных домов, робототехники, технологиях искусственного интеллекта и решениях для бизнеса. При этом компания не прокомментировала судьбу своего нового раздвижного смартфона, который анонсировала в начале года. Ранее сообщалось, что этот инновационный гаджет уже близок к запуску в производство. Однако, судя по заявлению LG, эта модель на прилавки уже не поступит. Производители гаджетов начали предустановку российских приложений. В этом месяце вступил в силу соответствующий закон. Теперь за продажу смартфонов без российских программ, одобренных Минцифрой, предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Напомню, среди таких приложений госуслуги, продукты Mail.ru Group, Яндекса, лаборатории Касперского, Ростелекома и другие. Производители гаджетов по-разному отнеслись к новому закону. Одни пытались отвоевать право пользователей на самостоятельный выбор софта, другие явно перестарались, исполняя предписания российского законодательства. Так, например, компания Samsung не просто заранее установила те самые приложения, но и сделала их неударяемыми. Более того, принудительные установки программ подверглись не только новые гаджеты Samsung, но и те, что были куплены россиянами ранее. Они получили подарок от Минцифры через обновление системы. Несложно догадаться, что не всем россиянам пришлось подушеного введения. В Госдуме считают, что новый закон поддержит российских производителей софта и уравнит конкуренцию на рынке мобильных приложений, где в основном продвигаются зарубежные программы. Но не все так однозначно. Компания Яндекс, приложение которой тоже стало неудаляемым на Самсунге, нововведению ничуть не обрадовалась. Руководство компании попросило производителей гаджетов оставить за пользователями выбор, удалять или нет. Ведь такой безальтернативный подход вызывает негатив по отношению к продуктам Яндекса. Некоторым производителям все же удалось отстоять право выбора пользователей. Например, Apple не стала заниматься предустановкой российских приложений. Их просто рекомендуют пользователям в диалоговом окне при активизации нового смартфона, либо сброса и новой настройки старого. Кстати, о российских программах. Старый портал Госуслуги в скором времени будет закрыт. Об этом сообщает Минцифра, которая подготовила обновленный сервис. Пока он работает в тестовом режиме, перейти в бета-версию Госуслуг можно по ссылке на основной странице портала. Сервис получил обновленный дизайн, а главное — робота-помощника. Это все тот же поисковик, но в более современном формате чат-бота. Теперь порталу можно задать прямой вопрос и получить на него быстрый ответ, а не читать инструкции и регламенты. Как пояснили в Минцифры, портал изменился не только внешне, но и внутренне. Разработчики усовершенствовали архитектуру и нарастили мощности. В прошлом году во время пандемии портал давал сбои из-за большого наплыва пользователей. Именно тогда было решено его обновить. Работы начались весной прошлого года. Пока обе версии Госуслуг будут существовать параллельно друг с другом. Но в третьем квартале этого года старый сайт планируют закрыть. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будете в курсе всего самого интересного. Всего доброго!